Валентина Когут Валентина Когут Друзья, я напомню, что я имею возможность общаться с Высшими Силами, с Ангелами и с Богами. И я имею возможность задать им вопрос и получить ответ. И меня заинтересовало такое явление, как счастье. Я напомню, что я записывала видео «Прививка от любви». И я вам говорила, что настоящая любовь, она выглядит как распускающийся цветок. И когда вот этот образ мне высшие силы показали, у меня, соответственно, возник логический вопрос к ним следом. А как выглядит счастье? И счастье, друзья, выглядит точно так же. Счастье выглядит как цветок, только не распускающийся, а просто уже распустившийся цветок. И показываю цветок именно вот как в виде лилии. Цветок, в котором шесть лепестков. И когда я стала выяснять у высших сил, что означает этот цветок, то мне было удивительно узнать, что каждый лепесток в этом цветке – это отдельное явление, отдельный процесс или отдельный параметр жизни человека. И для того, чтобы у человека был весь цветок счастья, то в жизни человека должны быть все вот эти шесть элементов. Если не будет хотя бы одного лепестка, то это уже не полное счастье. И в этом видео я вам как раз хотела бы рассказать вот эти параметры счастья. Расшифровать вам все вот эти шесть лепестков, которые и являются цветком счастья. И, друзья, сам по себе каждый лепесток – это обозначает определенную вещь, определенное явление. И за каждое это явление, за каждый этот лепесток отвечает определенная высшая сила. И другими словами, каждый вот этот лепесток счастья даруется конкретной высшей силой. И когда каждая высшая сила или каждый бог даст по своему одному лепестку, то у человека появляется единый цветок счастья. И я напомню, друзья, что у нас с вами есть такое явление, как пантеон богов. Вот так он выглядит на экране. И все зеленые точки – это все боги разного уровня. Помимо этого, есть такое явление, как круголет. Вот так он выглядит. Это круголет с разными стихиями, которые проявлены в жизни каждого человека. И эти же самые боги, они накладываются каждый на свою стихию. И вот, друзья, первый лепесток в цветке счастья – это лепесток, который называется «Свобода и независимость». Но именно в большей степени независимость. И за этот лепесток отвечает богиня Вета. Богиня Вета – это богиня справедливости, правосудия, свободы и независимости. И именно вот этот лепесток она дарит человеку. В пантеоне богов она стоит вот здесь, в стихии «Огонь». То есть для того, чтобы человек был счастлив, он обязан быть независимым. И если у человека нет независимости, то счастья в его жизни по умолчанию не будет. Даже если у него будет богатство, даже если у него будет здоровье, даже если он будет заниматься любимым делом, если во всем этом нет независимости, то человек в полной мере счастлив не будет. И у нас с вами, друзья, большая часть населения планеты действительно несчастлива в полной мере, потому что у нас с вами нет независимости. Нас с вами не воспитывают так, чтобы мы были независимыми. Нас наоборот воспитывают таким образом, чтобы мы всеми путями, как можно быстрее собственными руками расставались с собственной свободой и как можно быстрее теряли собственную независимость. Вот нас воспитывают так, особенно это очень сильно приявлено в семейных отношениях, то есть нас не учат как можно дольше оставаться свободными или нас не учат выстраивать отношения таким образом, чтобы мы в них были свободны духом и независимыми. Нас так не учат, нас наоборот учат создавать совместные имущества, как-то интегрироваться очень сильно, нас не учат каждому человеку заниматься своим делом, а просто быть рядом и идти рядом с любимым человеком, но при этом быть независимым. Нас так не учат, нас так не воспитывают. У нас в семьях как-то не особо проявлено, что все равнозначны, все равноправны и каждый занимается тем, чем он хочет, без оглядки и там понравится, не понравится. Понятно, что советоваться нужно, учитывать мнение, это все правильно, но нет такого как независимость, что у нас в наших менталитете не воспитывают, что муж и жена это независимые единицы, и они могут заниматься чем-чем хотят, а при этом в едином союзе быть вместе. И даже если вот что-то происходит и семья принимает решение расстаться, то это расставание происходит очень болезненно, потому что отношения выстраивались без учета независимости. Поэтому наличие свободы и независимости, какой-то моральной, духовной и материальной, она обязана быть в жизни человека. Следующий лепесток, друзья, это защита. И за этот лепесток отвечает богиня Лата. В пантеоне богов она стоит вот здесь. Стихия земля. Богиня Лата это та богиня, которая одевает человека в латы, то есть в доспехи. И эти доспехи, они защищают человека в пространстве, чтобы никакие невзгоды, неурядицы не били и не травмировали его дух, характер и душу, и личность. То есть богиня Лата, она отвечает за это. Соответственно, друзья, если в вашей жизни нет защиты от каких-то внешних невзгод, то вы несчастливы. Если в вашей жизни постоянно происходят какие-то неурядицы, вот именно какие-то неприятные стечения обстоятельств. Вам все время это приносит досаду, расстройство, вы страдаете, вы несчастливы, вы сетуете. Ну почему так в моей жизни происходит? Это говорит о том, что в вашей жизни нет защиты. То есть когда человек энергетически, именно дух человека или душа человека, одетый вот в эти вот латы или доспехи, то он совершенно не реагирует на какие-то внешние неприятности. Где-то что-то случилось, он спокойно с мудростью к этому относится и может спокойно порассуждать. То есть его это не травмирует, ему какое-то неприятное событие, оно не бьет по нему и не вызывает бурю эмоций. Вот это когда человек одет в латы, в доспехи. И когда вот такая вещь у человека есть, то он счастлив, потому что он не производит негативные эмоции. Он на все может смотреть с мудростью, с пониманием и рассудительно обо всем рассуждать и подумать, почему это произошло и так далее. И это дает ему и гармонию, и спокойствие, и он не делает неверных шагов и ошибок. Вот это когда человек именно духовно одет в латы. Следующий лепесток, который должен быть у человека, это развитие вверх. И за этот лепесток отвечает богиня Вира. В пантеоне богов она стоит в стихии «Звезда». И, друзья, имя богини Виры и ее функция развития вверх, она у нас даже сохранилась в языке, и она сохранилась в строительной терминологии. Когда на башенных кранах строительных люди работают наверху, то им снизу кричали или в рацию говорили «Майна вниз» или «Вира вверх». И богиня Вира, она отвечает именно за поднятие человека вверх в развитии, в благополучии, в знаниях и так далее. И если у человека в жизни нет развития вверх, то он несчастлив, у него чувства удовлетворенности и гармонии не будет. И вы в своей жизни это могли замечать, и вы часто пишите, что «Валентина, моя жизнь в тупике, я не знаю, чем заняться, куда направить, я все хожу по кругу». И это делает вас несчастным, да, потому что у вас нет лепестка, который отвечает за развитие вверх. Потому что у вашей жизни нет такого процесса и явления, которое двигает вас вверх. И если у человека нет развития, он несчастлив. Поэтому такое явление, как развитие вверх в знаниях, в навыках, в опыте, в умениях, идти к новым целям, то есть к каждой какой-то новой звезде идти, добираться к ней. То есть это должно быть в жизни каждого человека, чтобы он был счастлив. Если вам не нужно быть счастливым, то вам и не обязательно тянуться куда-то вверх и развиваться. Но если вам принципиально быть счастливым, то развитие вверх у вас обязано быть. Четвертый лепесток в цветке счастья – это удача. И за этот лепесток отвечает богиня Лиса. Она стоит в пантеоне богов в стихии «Бог». Если в жизни человека есть удачное стечение обстоятельств, то человек счастлив. И мы с вами это знаем. Когда у вас что-то удачно сложилось, получилось, и вы «Ух ты, как здорово, надо же, вот так мне мир помогает» или «Бог» или «Ангел», вы счастливы. Да, потому что удача – это один из лепестков, который наполняет человека счастьем. Пятый лепесток в этом цветке – это поступки. И за этот лепесток отвечает бог Дев, который в пантеоне богов стоит в стихии «Огонь». Когда в жизни человека есть хорошие поступки, то это наполняет человека счастьем. Поступок вы можете совершать сами, когда вы кому-то делаете что-то хорошее и видите его радость. Вас делает это счастливым. Вы рады, что вот вы кому-то помогли. И когда в отношении вас делают поступки, то вы тоже очень счастливы. Вы радуетесь, что надо же, человек вот так вот о вас побеспокоился и что-то для вас сделал. Какую-то приятность. И вы рады. И причем, друзья, поступки могут быть в обе стороны. Можно что-то сделать, и это будет поступок. А можно что-то не сделать, и это тоже будет поступок. И если поступки делать вам понятно, то поступки не делать вам нужно привести пример. Например, ребенок знает, что вот он что-то нашкодил, что-то разбил. Он знает, что его сейчас папа или мама наругает. Он 100% это знает. Он приходит, говорит, что вот я вот здесь что-то разбил. И родитель опускает момент руганий, критики и унижения, и там агрессии. Он сразу переходит к решению вопроса, спрашивает, ну давай подумаем, что мы можем сделать с этой ситуацией. Или приведет свои какие-то там мудрости и что-то объяснит. То есть родитель опускает момент руганий, отчитывания и агрессий. Вот это тоже поступок. Он не кричит на своего ребенка, а сдерживается и по-доброму все решает. Вот это, друзья, поступок. И когда в отношении человека происходит такое явление, человек очень радуется, он счастлив, что вот его не отругали и так далее. То есть поступки, друзья, это когда можно что-то сделать хорошее. И поступки это когда можно не сделать что-то плохое. И когда это явление есть в вашей жизни, то вы тоже счастливы. И последний лепесток в этом цветке это мечты. И за этот лепесток отвечает богиня Лина, которая стоит в пантеоне богов в стихии небеса. И богиня Лина, она помогает создавать мечту в голове у человека и помогает человеку воплотить в жизнь свою мечту. И когда у человека есть мечта, к которой он идет, его это захватывает, ему так интересно, это наполняет его счастьем. И когда он осуществляет свою мечту, он тоже счастлив. И наличие такого лепестка тоже обязательно должно быть в жизни человека, чтобы он был в полной мере счастлив. И вот, друзья, мы с вами видим 6 параметры, которые обязательно должны быть в жизни человека, если он хочет быть счастливым. Это независимость, это защита, это развитие вверх, это удача, поступки и мечты. Друзья, у вас может возникнуть вопрос, почему в цветке счастья нет лепестка под названием любовь? Ведь у нас у всех с вами есть стойкая ассоциация, что человек счастлив, когда любит. Но, друзья, ситуация такова, что настоящая любовь появляется только тогда, когда человек счастлив. Когда человеку кто-то исполняет его мечту, у человека появляется любовь к этому человеку. Когда для человека делают какой-то поступок, человек начинает любить того, кто совершил для него поступок. Когда человеку обеспечивают какую-то безопасность, заботятся о его свободе, то в ответ действительно возникает любовь в отношении того, кто заботится о безопасности и дарит свободу. Поэтому, друзья, любовь возникает только тогда, когда есть счастье. Счастье является фундаментом для зарождения любви. Друзья, у вас может возникнуть вопрос. Этот цветок счастья, он дарится человеку или он зарабатывается? И здесь, друзья, очень интересная структура и устройство вот этого вообще цветка. Цветок счастья, он человеку и дарится, и человек его зарабатывает. В чем суть? До 18 лет цветок счастья человеку дарится. И дарят его родители. То есть родители и осуществляют мечты человеку, и совершают в отношении него поступки, и развивают человека, и защищают человека, и дарят ребенку некую независимость. И у ребенка все удачно довольно складывается, потому что родитель позаботился о том, чтобы в нужное время у ребенка все было. То есть цветок счастья ребенку дарится до 18 лет. А вот после 18 лет родители уже снимают вот эту опеку, и человек должен сам трудиться над тем, чтобы у него вот это все и дальше было, и дальше сохранялось. И здесь, друзья, тоже интересная вещь. Здесь как бы цветок вот в этом именно самостоятельном периоде жизни цветок делится на две части. На три первых листка и на три вторых лепестка. И вот человеку трудиться нужно всего лишь над тремя первыми лепестками. Человек должен позаботиться о собственной независимости и свободе. Человек должен позаботиться о своей защите и о защите своей жизни. И человек должен позаботиться о своем развитии. А дальше удача ему дарится. То есть его ангелы сплетают обстоятельства таким образом, чтобы у человека все было удачно. Ангелы сплетают обстоятельства, чтобы у человека совершались какие-то поступки и сподвигают человека на поступки или приводят добрые поступки в его жизнь. И ангелы же сплетают обстоятельства таким образом, чтобы у человека осуществлялась мечта, чтобы у него эта мечта возникала и чтобы у человека получалось эту мечту осуществить. То есть человек работает только над тремя первыми лепестками, а другие три лепестка, они уже делаются ангелами и богами. Человеку помогают делать это уже они. И вот это, друзья, и есть полноценный цветок счастья. То есть если вы сами не позаботитесь о своей свободе и независимости, то даже если у вас будут остальные пять листков, вы все равно будете несчастливы в полной мере. Если вы не позаботитесь о защите своей жизни и своего здоровья, то вы, даже если у вас будут все остальные лепестки удачи и поступки, вы будете несчастливы, потому что ваша жизнь больна и вы сами больны. Если вы не будете развивать себя, то вы автоматически ни к какой мечте вы не пойдете. Потому что мечты можно достигать и воплощать в жизнь только когда вы обладаете опытом и навыками. А эти вещи приобретаются только тогда, когда вы себя развиваете и двигаете себя вверх. И поэтому, друзья, счастье это не какое-то абстрактное явление. Счастье это определенный процесс с определенными параметрами. И их все нужно учитывать для того, чтобы ваша жизнь была счастливой и вы были счастливы. И это все, друзья, в наших силах. И поэтому, друзья, счастье не нужно покупать, его не нужно вымаливать, его не нужно выменивать, его не нужно там выторговать, выклянчивать. Все очень просто. Вы просто следите за тем, чтобы в вашей жизни были вот эти шесть параметров. Чтобы вы сами себе ставили мечты и их достигали, и вам будут на этом пути помогать. Чтобы вы делали поступки в отношении людей. Чтобы вы заботились о своей свободе и независимости. Чтобы вы заботились о защите и о своем развитии. И у вас автоматически будут складываться удачные обстоятельства на всех этих путях. Вам будут приводить нужные знания, нужные идеи, нужных людей. То есть эти все вещи, они прямо пророщены друг в друга и друг без друга не существуют. Если вы будете очень четко по списку следить, чтобы все это в вашей жизни было, вы будете всегда счастливы. И не нужно будет сетовать и обвинять кого-то в том, что в вашей жизни нет счастья. В нашей жизни нет счастья, потому что мы сами собственными руками оторвали вот эти все лепестки и сидим с одной тычинкой. Мы лишились свободы независимости, мы не развиваемся, мы не способны на поступки и так далее. А нам нужно все это вернуть и сделать единый цветок счастья. И как я сказала, до 18 лет родители все это делают для человека. После 18 лет человек сам трудится над всем этим. Он пытается сохранить все это и дальше еще и примножить. И к этой же теме, друзья, вы очень часто меня спрашиваете, Валентина, вот в интернете есть такой вот учитель, он ведет людей и что-то им рассказывает. Вот посмотрите, он правильный учитель или неправильный? Он хороший или нехороший? Так вот, друзья, любой учитель это аналог родителя. Учитель это покровитель, он родитель для своей аудитории. И от этого родителя, его подопечным, его детям, ученикам должны идти вот эти шесть параметров. Любой учитель своей аудитории должен дарить свободу, защиту, развитие, удачу, поступки и мечты. Вот это должен делать каждый учитель для своих учеников. И если те учителя, которых вы смотрите, вам это не дают, вот этот совершенно точно неполноценный учитель, неполноценно настоящий учитель, и вам имеет смысл над ним задуматься. И по моей практике, друзья, большинство учителей дают своим зрителям ровно один пункт из этих шести, это мечты. У вас все будет хорошо, вот когда-то в лохматом году у вас все будет хорошо, у вас вот еще что-то. То есть дают ровно мечты, а по факту вот прямо здесь и сейчас вашу жизнь лучше не делают. Вот это, друзья, один момент. Второй момент, что касается счастья. Как правило, друзья, вы вот эти все лепестки можете получать от разных людей, от разных явлений. То есть вы их как сами можете делать и от других людей вам можете приходить. Кто-то вам может сделать поступок, кто-то может осуществить вашу мечту, кто-то может вас развить, кто-то может обеспечить вам защиту. То есть абсолютно разные направления, разные люди, разные сферы могут вам давать вот эти вот лепестки счастья. И только такая единица, как родитель или учитель, может дать полноценный цветок счастья целиком. То есть он не то что может, он обязан это делать. И вот, друзья, как я сказала, за каждые шесть лепестков отвечают разные боги. Но за сам вот этот цветок со всеми лепестками отвечает древняя богиня по имени Тара. В пантеоне богов она стоит вот здесь, на границе стихии звезда и солнца. И поэтому в индийском языке слово звезда называется Тара. Потому что сама богиня Тара, она стоит и на стихии звезда, еще и солнце. Богиня Тара она Антал. Антал это сущность, которая сплетает обстоятельства на пути человека. И ее задача сделать так, чтобы в жизнь человека впылились вот эти все шесть лепестков, чтобы они были в жизни человека. И она обращается к богу Деву, к богине Лине, к Лисе, Вете, Лате. И следит за тем, чтобы их лепестки вплетались в жизнь каждого человека. То есть она отвечает за то, чтобы цветок счастья был в жизни каждого человека. И чтобы у человека получалось создавать вот этот цветок счастья в своей жизни. И, друзья, в своих других видео я вам говорила, что многие боги пришли сюда на землю и рождены в телах людей. И я вам говорила, что внутри меня находятся два древних бога. Это бог Симаргл, бог Учитель и бог Спаситель Душ. И богиня Тара, богиня Антал. И она же богиня, которая отвечает за счастье в жизни человека. То есть в этом мире богиня Тара выглядит вот так, как Валентина Когут. И поэтому, друзья, в моей деятельности вы можете видеть вот эти все шесть параметров. Когда вы приходите на мой канал, вы приобретаете свободу. И вы говорите, Валентина, вы освободили меня от страхов, от суеверия, от каких-то ненужных отношений и так далее. То есть вы получаете свободу. Вы получаете защиту. Я вам говорю, что вам нужно убрать из вашей жизни, чтобы у вас повысилась энергетическая защита и неприятности в вашей жизни стало меньше. Вы получаете развитие вверх. Каждое моё видео повышает вас именно в сознании вверх. Если вы, моим постоянным зрителем, вы оглянетесь назад мысленно и вспомните мои видео год назад и видео сейчас, то вы очень чётко увидите, что у вас идёт движение вверх постоянно. Вверх, вверх и вверх. Вы замечаете, что у вас появляется удачное стечение обстоятельств. Вам появляются нужные люди или нужные идеи, нужные мысли. Вы начинаете видеть поступки в своей жизни. И здесь тоже вы сами начинаете делать поступки. И в моей деятельности от меня тоже в отношении вас идут поступки. И это выражается в том, что я писательница фэнтезийных романов. И самый лучший свой роман, который вызывает у вас бурю восторга, я раздаю бесплатно. Это поступок. В отношении своих подопечных это очень большой поступок. Потому что такую могучую книгу её продают за большие деньги. А я её дарю людям в дар, потому что в этой книге счастье. И я хочу, чтобы это счастье было у вас вот бесплатно. Это поступок. И вы тоже его получаете. И мечты, придя на мой канал, вы все как один говорите, что, Валентина, вы осуществили мою мечту, сбылась моя мечта. Я получил ответы на свои вопросы. Я так долго искал ответы. Меня всю жизнь мучают какие-то вопросы, загадки. Я пришёл на ваш канал, я получил ответы на свои вопросы, сбылась моя мечта. То есть в моём лице вы видите вот эти все шесть параметров. И поэтому вы все дружно говорите, Валентина, я пришёл на ваш канал, смотрю ваше видео, и я счастлив. Потому что вот эти все шесть параметров вы получаете от меня, от одного человека. И я вам не родитель, но я вам учитель. И как я сказала, у учителя обязаны быть вот эти все параметры. И так как все они у меня есть, то вы и очень ярко чувствуете ощущение и состояние счастья в своей жизни. И у вас, друзья, часто бывает вопрос, что Валентина, вот есть ещё человек, который заявляет, что он богиня Тара. А вот там есть какая-нибудь пятнистая Тара, фиолетовая, зелёная Тара. И вот это настоящие Тары или нет? Друзья, как я говорю, словам нельзя верить, нужно смотреть по делам. Только дела говорят о человеке. И вот я вам перечислила все параметры. Вот в моей деятельности это есть. И я могу сказать, что я работаю с богиней Тарой. И богиня Тара мне помогает. Я могу смело это сказать, потому что всё это есть, и вы это ощущаете. И точно такие же параметры должны быть у остальных людей и учителей, и у тех, кто заявляет, что они Тара. Потому что Тара это олицетворение счастья. И когда люди с ней взаимодействуют, они счастливы. И у вас и вопросы есть по другим людям. Когда вы спрашиваете Валентину, вот такой-то человек заявил себя вот таким-то богом. Это так или не так? По делам. То, что человек говорит, что он такой-то бог, это всё до зелёного фонаря. У него в делах должно быть видно, что он вот такой бог. Характеристики бога должны совпадать с его делами. Не со словами, что я такой-то, а с делами. И если, друзья, я говорю, что внутри меня моя душа, это богиня Тара, то это и видно в моей деятельности. Если вы ему постоянный зритель, то вы это имели возможность уже увидеть собственными глазами и прочувствовать свою жизнь. Вот, друзья, вот такую тему хотела вам рассказать и поделиться цветком счастья и обрисовать вам его параметры. И чтобы вы знали, что счастье, оно не ищется, оно не вымаливается, оно не колдуется, оно не привораживается. Оно создаётся собственными руками. И когда вы сами работаете над созданием этого счастья, то и сопутствующие все события тоже начинают происходить. И это счастье усиливается и приумножается. И, как я сказала, счастье – это не эфемерная вещь. У него есть чёткие параметры, которые нам с вами абсолютно под силу. И даже не нужно привлекать кого-то для того, чтобы нам с вами быть счастливым. Счастье абсолютно в наших с вами руках. И мы спокойно его можем организовать в нашей с вами жизни. А богиня Тара, она следит за тем, чтобы, когда человек начинает трудиться над созданием счастья, она помогает ему всё это реализовывать и вплетать лепестки счастья в его жизнь, чтобы всё это у него было. Друзья, по этой теме всё. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok